Библейский портал экзегет.ру представляет 119-й Псалом в переводе Российского Библейского Общества для Библейского Портала Экзегет. Ну, после 118-го, это семечки. На самом деле, он действительно после 118-го, со 119-го начинается «Песни восхождения». Что это такое? Ну, скорее всего, речь идет о псалмах, которые пели паломники, восходящие в храм. 15 псалмов, вероятно, 15 ступеней, хотя мы наверняка не знаем, что это было так. Или паломники, или левиты, те, которые стоят. И вот, в общем-то, это псалмы про то, как человек поднимается к Богу. 118-й, предыдущий, этот огромный псалом, он задает нам такую сложную и разветвленную тему. Да, человека, который любит закон. А разные оттенки этой темы, разные ее стороны, они раскрываются в очень коротких песнях «Восхождение». Вот если 118-й, это прямо такая, ну, это отдельная книга, я говорил, когда мы его читали, но сложно устроенная, но очень внутренне единая, то вот это вот такие маленькие кусочки, взятые из нее. 119-й, песня «Восхождение». «Господу в скорби моей я возвал, и назов мой ответил он. Господи, спаси мою жизнь от лживых уст, от коварного языка. Что за плата тебя ждет коварный язык, и что будет прибавлено к плате? Стрелы войны острые, стрелы с углями горящими. Горе мне в стране мэшиха, я среди кедарских шатров. Долго я живу среди тех, кто не любит жить мирно. Я говорю им о мире, а они о войне». Знакомая тема, да, хочешь со всеми жить мирно. Нет, вот находятся обязательно любители повраждовать. Кстати, где это он живет? Мэших – это где-то на севере Малой Азии, северо-востоке. Иногда даже с Москвой связывают, что Мэших – это вот Московия. Ну, это, мне кажется, фантастика. А кедарские шатры – это, наоборот, в Аравии. То есть, это далеко, как мы бы сказали, от Калининграда до Владивостока. А еще точнее, там, от Парижа до Пекина. То есть, вот это чужие страны, причем очень в разных сторонах находящиеся. Поэтому здесь то ли я в стране мэших, то ли среди кедарских шатров. Вот я на чужбине. Мы видели, в 118-м была такая тема «Мы гости в этом мире». И вот здесь что-то подобное. Мы гости, но… А здесь более конкретно я живу среди этих чужих народов. Они со мной воюют. Я с ними никак договориться не могу. Господи, спаси. Господи, помилуй. Я взываю в Тебя в своей скорби. Вот одна из маленьких сторон этого большого 118-го псалма. И не случайно, что это одна из первых песней восхождения. Самая первая, на самом деле. Потому что песня восхождения – это еще и единый сборник, который действительно восходит к Богу. И вот здесь человек прибегает к Богу, как малыш, которого обидели другие мальчишки, прибегает и кричит «Мама, мама, пожалей». И вот он буквально то же самое делает. Вот они дерутся, они меня обижают. «Господи, помоги». Мы очень часто к Богу с этим и приходим. Но многие на этой первой ступеньке остаются. А псалтирь, конечно, идет дальше. И вот после этого вопля «надо их всех наказать, плохих людей, которые меня обижают». На самом деле, может, он и сам их обидел, просто не заметил, как. Или решил об этом не рассказывать. Так тоже бывает. Нужно перейти на какую-то следующую, более высокую ступень. Это будет 120-й. Спасибо. 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 Спасибо.